Дебют, друзья, дебют Юрия Рашкина, депутата окружного собрания округа Рокштадт, Висконсин и ведущего популярного канала Рашкин Репорт. Уже есть на связи Юрий. Юрий, я вас приветствую. Приветствую вас, Питер, спасибо за приглашение. Очень рад вас видеть в эфире утро февраля. Предлагаю начать с темы, разумеется, встречи Путина и Ким Чен Ына и The Times, уже отрефлексировала New York Times на тему этой встречи, опубликовав карикатуру двух диктаторов в ванне крови. У нас даже есть, да, посмотрите. Вот такая вот карикатура предлагает Путину Ким Чен Ын, что больше несчастье, мой ангел. А Путин ему говорит, ну попробуй останови меня, ты прекрасный мой злодей. Изгой. Изгой или злодей, да, да, да. Rogue Nation, изгой, злодей. И тем временем официальное корейское центральное информационное агентство сообщило, что в конце визита Ким Чен Ына в Россию он пригласил Путина посетить КНДР в удобное время, а Путин с удовольствием принял приглашение и подтвердил свое желание неизменно продолжать историю и традиции дружбы России и КНДР. Юрий, ну к вам вопрос, как человеку из Атлантики в США, как оценивают эту встречу, насколько встревожены вот такими контактами в Вашингтоне? Я думаю, что определенная тревожность, конечно, есть, но нужно понимать, что мы сейчас живем в мире, который аккуратно входит в Третью мировую войну, где мы сейчас видим, что и северная, и южная часть корейского перешейка полуострова являются поставщиками. Южная Корея поставляет Украине, Соединенным Штатом, союзникам. Северная Корея теперь, видимо, решила включиться и поставлять России. Вооружение, мне кажется, это должно, во-первых, тревожить россиян, потому что те, кто живут в России, так долго говорили о том, наша страна какой год сейчас, а как намного близко мы к Северной Корее. Ну и вот, смотрите, теперь вы уже как бы обнимаетесь Северной Кореей, вы уже практически самая большая Северная Корея, и путь в будущее идет через Северную Корею. И это, мне кажется, просто нужно осознать, потому что это невероятно трагический момент для вот этой территории. С другой стороны, с точки зрения США, ну как, люди определяются, люди расчехляются. Мы видим, что все эти заявления России о том, что у них президенты, у них выборы, а к чему это приведет, они сотрудничают с Северной Кореей, потому что никто, кроме другой диктатуры Ирана, то есть диктатуры вместе, демократии вместе. Не важно, как вы себя называете, мы видим, если у вас есть сменяемость власти, вы продаете друг другу оружие, кто, кого вы поддерживаете, как было сказано, скажи мне, кто твой друг. Поэтому мы тут все, так сказать, все очень четко видно, и карикатура просто подтверждает, сомнений тут никаких не было. Тут идут вопросы о том, насколько, значит, как бы встреча Путина с Кимом отличалась от встречи Трампа с тем же Кимом, потому что там они встретились такое-то количество времени, тут такое-то количество времени. То есть идет опять замер как бы личности на диктатурном уровне на этом градуснике. Ну вот это такая печальная ситуация, которую мы сейчас видим, потому что война продолжается. Знаете, если бы война началась и закончилась быстро, то определенные механизмы не успели бы стать задействованными в этом. А то, что война продолжается и, видимо, будет продолжаться еще достаточно долго, говорит о том, что все начинают определяться, и мы постепенно затягиваем все больше и больше стран в то, что становится, мне кажется, я согласен с Юрием Фельштинским, что это третья мировая война. Ну знаете, и тут даже обвиняют многие и администрацию Байдена в том, что вот когда был такой момент, когда украинцы погнали, даже для себя, знаете, это был сюрприз во многом. Это такое вот молниеносное наступление на Харьковщины, вы помните, ровно год назад, в сентябре 22-го года. Вот что этот был момент, когда Украине нужно было давать максимальное оружие, чтобы продолжить это победоносное шествие. Вместо этого российской армии было, по сути, позволено укрепиться на своих рубежах, знаете, с плотностью там несколько мин на квадратный метр, чего вообще в своей истории человечество не видело. И теперь, разумеется, выбивать их намного сложнее. И, разумеется, Calculus, то есть расчет для тех, кто поддерживает Россию, та же Северная Корея, а может быть через нее и Китай, все-таки составляет в том, что Россию можно и нужно поддерживать, хотя бы, чтобы эта война не стала проигрышем для Владимира Путина. Вы согласны с тем, что в этом, как бы, во многом вина наших союзников, они не увидели важность этого момента год назад? Знаете, потом историки будут разбираться и находить много важных моментов, как во Второй мировой войне, когда немцы дошли так близко до Москвы и могли бы взять, но не двинулись, а за это время прибыли под креплением. Мы все знаем эту историю, потому что это становится легендами, фольклором, мифами нашего существования. Поэтому можно начать сейчас разбираться, кто виноват, где. Мне кажется, сейчас более важная задача, что нужно сделать для того, чтобы Украина победила. Потому что смотреть в будущее, смотреть на победу и не снимать свои цели с приза, говорить, вы знаете, подождите, давайте остановимся. А вот тогда вот это кто был? Это были вы или это были мы? Если мы начинаем такие разборки, по-русски это называется срач, то это ни к чему хорошему не приводит, хотя на русском языке это обожают люди делать. Поэтому нужно, мне кажется, смотреть не только позитивно, а смотреть о том, как Украина вместе с союзниками победит в этой войне и что делает администрация Байдена для того, чтобы усилить позицию Украины за столом переговоров, усилив ее сейчас на поле боя. И мы видим, что наши военные работают вместе с заложным, составляется какой-то план, который потом действует. Поэтому, как мы всегда знаем, мне нравится как бы цитата Майка Тайсона, у всех есть план для битвы, пока ты не получил в челюсть. После этого планы начинают как-то меняться. Поэтому, да, будет какая-то ответственность, будут какие-то последствия исторические, люди теряют свои позиции, снимают, назначают новых, но мы вместе идем к победе Украины. И мне кажется, что слишком глубоко рассматривать и искать проблемы, это непродуктивно. Мне кажется, что здесь замечательная история как бы создается перед нашими глазами, что может быть просто исторической великой дружбы, так же как был Черчилль и Рузвельт. Почему же это не может быть Зеленский и Байден? Как бы это почти как Back to the Future, когда у нас один молодой, один такой пожилой, ну, правда, они оба чуть-чуть постарше, чем в фильме, но, тем не менее, как бы это прекрасная история, потому что Америка хочет, чтобы Украина победила, потому что Украина — это демократия. Если демократия побеждает, это пример всем остальным деспотам, и это пример всем остальным демократиям, и это только 3% нашего военного бюджета. Да, нужно было дать быстрее и больше, да, это мы как бы уроки, которые мы извлекаем, мы вообще были не готовы к тому, что Россия будет опять же так долго воевать, потому что это так тупо, Россия теряет так много людей, так много техники, что они уже к Северной Корее должны идти просить, чтобы их поддержали. Ну, как можно быть таким долбоебом, простите? Но если Владимир Путин вот так это будет не снимать ногу с педали, и никто его там не останавливает внутри, а мы сменой режимов не занимаемся, потому что нам это, если мы снесем Путина, то после этого это как бы наша лавка, а нам кормить Россия не нужно, это слишком дорогое удовольствие, то вот приходится теперь как бы извлекать уроки, делать выводы и готовиться к будущему. Мне кажется, что одна из таких, ну, печальных, когда война закончится, у всех будет очень много оружия, потому что уже никто не верит в то, что, ну, у Соединенных Штатов достаточно решить все проблемы. Мы видим, как Европа начинает вооружаться, Япония начинает вооружаться, Соединенные Штаты делают контракты на многие годы. Это в принципе печально, это в принципе печально, но когда мы имеем дело с таким отморозком, который не понимает, что ему же хорошо было бы, то вот такие выводы. Юрий, вы сказали о том, что Америка хочет победы Украины, потому что это демократия, тем не менее, вот уже несколько недель, как мы говорим о заметном снижении поддержки Украины со стороны рядовых американцев, там речь идет о вплоть до 60% в целом, которые немножко охладели к этой теме, и вот называется цифра в 70% именно среди республиканцев, в 70%, которые считают, что Америка уже достаточно помогла Украине. То есть, как это соотносится с вашим тезисом о том, что все-таки Америка хочет победы Украины? Я думаю, что это не меняет мой тезис никаким образом. У нас есть политики, вы, возможно, слышали про Трампа, который ставит повестку дня для республиканской партии. Республиканская партия, это примерно половина избирателей. Много из них белых, у них как бы будущего нет, ну хорошо, но тем не менее. И таким образом эта повестка, поскольку мы видим, что уже Путин поддержал Трампа где-то в соцсетях, в общем, выражает поддержку. Трамп говорит, меня Путин поддерживает. Понимаете, есть как бы разные виды уровней, я бы сказал, тупости. Когда просто вы живете в Америке, вы поддерживаете Трампа, потому что вы считаете, что жизнь несправедливая, и Трамп за вас расплатится со всеми, кто вам насолил. Это один уровень тупости. Другой уровень тупости, если вы при этом еще жили в Советском Союзе. Потому что тогда вы должны как бы понимать, что такое диктатор, что такое авторитарная власть, и как бы бояться этого, узнавать это. И третий уровень, это вот все вот то, что я перечистил, и при этом думать, что Трамп за Украину. Потому что Трамп говорит, ну просто открытым текстом. Американцы, которые поддерживают Трампа, не поддерживают поддержку Украины. Это все просто очень прямолинейно и однозначно. И когда русскоязычные начинают говорить, что Трамп каким-то образом может помочь Украине, это противоречит всему тому, что говорит Трамп, и верят его избиратели. Поэтому это просто невероятная какая-то позиция. Но то, что американцы в принципе поддерживают справедливую битву героического украинского народа, но тут вопросов нет. Все желают победу. Просто вопрос в том, мы уже помогли достаточно, и теперь Украина должна сама, Россия, как сказал, кажется, десантис. Россия уже достаточно ослаблена. Чего еще там делать? Тоже такой относительно логичный подход, когда, можно сказать, мы им уже врезали, они уже отползли, чего еще дальше? Мы что, мы хотим уничтожить Россию и потом опять этим всем владеть и заниматься? Так, и тут есть определенная логика. Но в принципе все американцы хотят победы Украины и проигрыша России, просто вопрос о том, как бы достичь этого результата. А тут у нас, к сожалению, стоит на пути Трамп. Проблема в том, что была партия, была партия Рейгана, была партия, ну даже Маккейна была. Очень даже неплохая партия была. Очень неплохая партия, у них были очень хорошие идеи. Ну, а теперь мы видим, что Ромни объявляет о том, что он даже, это вот сенатор, я раньше жил в штате Юта, я знаю людей из семьи Ромни, большая, мормонская, замечательная семья, дружные, дружелюбные люди. И он говорит, что больше не будет избираться, потому что это не его, это не его, это не его партия, не его избиратели. Республиканская партия ушла в очень другую сторону. Она может завтра пойти в другую сторону опять, демократия. Но сегодня это то, что мы имеем. Ну вот вы сказали же про Трампа и вот очень такое громкое заявление от экс-директора ЦРУ о том, что на посту президента США Трамп будет помогать Путину. Для российского диктатора Путина является критически важным, чтобы победу на президентских выборах в США 24-го года одержал Трамп. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ Джон Брэннон в комментарии к телеканалу MSNBC. Для Путина я считаю абсолютно важным, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. Путин и Трамп являются членами сообщества автократов, увлеченных друг другом. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг другу, отметил Брэнон. Ну, Юрий, справедливости ради, вот опять-таки, играя такой адвоката дьявола, про этих персонажей, их, как вы выразите, с таким когнитивным диссонансом, которые как бы за Трампа одновременно против Путина и за Украину. Тем не менее, вот они говорят, смотрите, при Трампе, именно при Трампе Украина получила джавелины, но не при Обаме. И не при Трампе Путин принял решение атаковать Украину, а именно при Байдене. Как вы на это отвечаете? Ну, вы знаете, я как бы на идиотские вопросы перестал отвечать. Вы знаете, это было столько раз ответено, что для людей, которые задают такого, я не про вас, Питер, вы очень умный человек, но этот вопрос, который я слышал столько раз, и было столько раз ответы, и когда директор ЦРУ говорит что-то противоположное, а люди продолжают задавать вопрос, у меня появляется ощущение, что люди не хотят ответа, люди не ищут, они как бы им объяснили про ленд-лиз, объяснили про все эти глупости, объясняешь про джавелины, про то, что Трамп не давал их использовать на фронте, что это все было, вот просто показывает, как президент может на самом деле замедлять помощь, даже если институты, конгрессы говорят, давайте помогать, он все равно может замедлить. Мне кажется, что такие люди просто зависли на российской пропаганде. Если вам рассказывают про ленд-лиз, выключайте, если вам рассказывают про джавелины и Трампа, выключайте, вам морочат голову. Морочат голову. Ну вот, возвращаясь к теме выступления Путина на Восточном форуме экономическом, где он начал очередное свое заигрывание с Трампом, то есть он его похвалил, все, и, собственно, что называется «wing-wing», то есть таким подмением глаза, продолжают пытаться построить такой мостик к трампистским членам Республиканской партии. Все-таки давайте еще, пока есть еще повод это разделять, опять-таки помним, что и Ники Хейли, которая является сейчас кандидатом Республиканской партии, бывшая посол США в ООН, и Майк Пенс, бывший президент, они являются очень твердыми сторонниками Украины и победой Украины. И, разумеется, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи тоже является сторонником Украины. И тем не менее, такое впечатление, что Путин вполне надеется, что он проложит этот мостик разговорами о скрепах, разговорами о недопустимости однополых браков, политкорректности как таковой, культуры канцелинга. И вы знаете, мне кажется, что он тут достаточно рационален. И все-таки растет количество тех республиканцев-трампистов, для которых Байден и Ижи с ним куда более инородные тела, чем Путин и его комарилья. Вы знаете, это интересный момент, потому что, ну, то, что вы описываете, это печальная ситуация, в которой можно себе представить, что американцы будут слушать Путина больше, чем Илона Маска. Вы знаете, Илона Маска и всех этих людей, которые, ну, это как маргиналы. Это маргиналы, которые не влияют ни на что, кроме на других маргиналов, вот на Трампа. Трамп влияет на своих маргиналов. Подожди, Юрий, вы назвали Илона Маска маргиналом? Ну да, конечно. Человек, который вот даже в биографии сейчас Уолтера Айзексон, и вот несколько рецензий уже в Нью-Йоркере, в Нью-Йоркере прочитал. Самый богатый человек в Америке, который... Я думаю, что Уолтер Айзексон как раз доказал, насколько Илон Маск является маргиналом, потому что про кого написал еще Илон Маск? Он написал... Это Уолтер Айзексон про Леонардо Ди Винчи. Ну, явно не общий, так сказать, не мейнстрим. Стив Джобс тоже не мейнстрим. То есть маргиналы — люди, которые не являются, как бы, общей нормальной нормой поведения в обществе. Так что они являются маргиналами. Это может быть тот же Шендерович в советском, в российском обществе является маргиналом. Это не говорит, что он обязательно сам по себе плохой человек даже. Это просто маргинал — это описание человека, который не является выражением всего общества. Поэтому Путин и Ижи с ним — это проблема, которую мы сейчас решаем. Но американцы не будут прислушиваться Путина. Есть такая проблема. У нас пытаются развить идею, что добро и зло — это не самое главное. Что самое главное — это сила и слабость. И вот это и есть российская скрепа. Что главное — ты сильный. Если ты сильный, то тогда ты можешь делать все, что хочешь. Если ты слабый, то ты получаешь все, что имеешь. Америка и Запад не думают такими параметрами. С одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, это опасно, потому что нас не понимают. Потому что когда мы делаем то, что правильно, на нас могут посмотреть и сказать, а они слабы. И есть такое выражение — не воспринимайте доброту за слабость. И вот это очень большая проблема, с которой столкнулся весь этот российский менталитет, потому что они просто не понимают. Проблема в том, что мы их тоже просто не понимаем. Потому что как можно быть такими злодеями? Проблема в том, что Дональд Трамп Путина понимает. Что вот эта сила и слабость — это не демократические ценности. И мы видим, что вот эти все люди, которые про силу — и Илон Маск, и Дональд Трамп, и Ким Чен Ин, и Владимир Путин — они все оказываются в одной палате людей, которые помешаны на этой идее силы. А весь остальной мир доказал, что можно быть намного более успешным. Сравните Южную Корею и Северную Корею. Ну, понимаете, и вот это нужно развивать у людей. Потому что Украину нужно оттащить от России экономически, военным образом, но еще и ментальным образом. Нельзя думать так, как думал совок. И вот этот совок нужно из груди, из головы вынимать и не думать о других, как о более слабых или более сильных. А думать о том, чтобы делать правое дело и пытаться делать правое дело. А сейчас, конечно, правое дело помогать Украине. Знаете, вот то, что вы говорите сейчас, Юрий, мне напомнил пост Александра Гольдфарба. Не знаю, знаете ли вы такого интеллектуала, известного российского деятеля, который живет тоже в Штатах, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке. Вот он пишет очень важную вещь такую, что он считает, что это не колониальная война за сохранение империи. Собственно, вот этот нарратив, я считаю, он сейчас доминирующий в Украине, что это старая добрая имперская война за сохранение колонии, то есть Украины. И вот Гольдфарб пишет, что это не это, а экзистенциальный ценностный конфликт, тирании и свободного мира. Узкий имперский нарратив для объяснения этой войны искажает суть, девальвирует ее значение и мешает победе добра над злом. Вот вы только что сказали, что этот конфликт приобретает уже все больше и больше черты глобального противостояния, называть это Третьей мировой. Тот факт, что тут сейчас добавляется и Северная Корея, а может быть через Северную Корею речь идет на самом деле о Китае сейчас, уже о такой кровной поддержке России со стороны Китая. Судя по всему, Гольдфарб прав. Ну, понимаете, русские люди, у них очень завышенное чувство важности и смысла. А, к сожалению, они доказывают русскоязычные граждане России. Я все пытаюсь понять, как бы никого не оскорбить и всех отметить. Граждане России имеют какую-то невероятную историческую слабость как субъекты. И это говорит о том, что они не влияют, они не устанавливают погоды, ничего. Они говорят про Путина как о погоде. Поэтому, если им телеграфируют, что мы империи, что мы будем думать как империи, мы теперь идем вперед как империя, то эти люди воспринимают это, значит, как свою реальность. Это становится реальностью, потому что perception controls reality. Поэтому, если это так выглядит, значит, это на самом деле, в общем-то, так и есть. Достаточно, так сказать, на всех целей. Поэтому то, что сейчас делает Россия, это она себя ведет как империя. Так. Так, у нас небольшие неполадки. Сейчас будем восстанавливать связи с Юрием Рашкиным. Депутатом окружного собрания округа Рокштадт Висконси в Висконси на ведущий канала «Рашкин репорт». Пока мы ждем переприключения с Юрием воспользовательным моментом, подпишитесь на YouTube-канал. Очень популярный, очень интересный и даже скандальный, такой эмоциональный канал, Юрия, где происходят интересные очень вещи. Да, Юрий, мы наладили свою связь. Пожалуйста, закончите мысль свою. Спасибо. Да, знаете, сигнал может быть в Украине даже лучший сигнал, чем в Висконсине. Скорее всего, так и есть. Я же сам американец, я это знаю. Да. Так что я в данной ситуации просто не согласен с очень уважаемым человеком, потому что я вижу, что логика пытаться доказать, что Россия не является империей, ведь и вата, и сложна, и зависит от разных взглядов. А тут, как бы, нарратив того, что это империя, которая ведет себя как империя, ну, просто очень четко прослеживается. Ситуация такая, что на самом деле на Западе люди как раз думают, что чаще встречаются люди, которые считают, что есть Путин и есть все остальные люди. И поэтому я считаю, что это как бы наша важная задача людей, которые говорят по-русски, донести эту мысль до местного населения, так сказать, тех, кто уже здесь, кто еще никогда не жил, к счастью, в Советском Союзе. И донести до них просто угрозу, которой является Россия сама, понимаете, я... Это печально, потому что люди очень гуманные, людей не бомбят, люди пытаются говорить, знаете, Владимир Путин, русские люди, они такие... Ну как? Как люди могут быть злые? Мы себе представить такого не можем. И поэтому очень важно вот просто донести эту мысль и понимание, потому что иначе опять Россия развалится, опять это будет катастрофа, опять мы будем посылать ножки Байдена, и опять мы в скором этого монстра. Это, понимаете, это опасно, потому что что делать с этой страной, когда она проиграет эту войну, даже если Путин не боится, даже если ему все равно, даже если ему все по боку. Опять же, реальность может произойти вокруг него, вне зависимости от того, что он хочет. А потом, как помогать или не помогать этой стране. Вот генерал Ходжес у меня был в гостях, он говорит, Россия развалится. Ну без вопросов. Но что мы будем делать в этот момент? У нас есть план? Плана нет. Надо делать план. То есть, да, надо готовиться, надо в каком-то смысле ждать и готовиться. Да. Ну вот, Ют, это последний вопрос все-таки. Почему в упор не видят эти те республиканцы, которые поддерживают Трампа, которые начали говорить, что вот как тот же Вивек Рамасвами во время первых республиканских дебатов, что нужно дать все, что России нужно в Украине, может быть, даже всю Украину, по сути. Таким образом, мы предотвратим слияние России с Китаем. То есть, Китай остается главным бичем для республиканцев. Ну и для демократов тоже это, наверное, единственное, что объединяет две партии и так далее. Но вот республиканцы делают трампистского толка, делают акцент именно на Китае, что Китай главный враг, а не Россия. Вот почему они в упор не видят, что проигрыш Украины в этой войне ударит по жизненно важным интересам Америки и так называемого пакс-американа? Ну, потому что они легли под Трампом. Если говорить про вот того Криса Кристи и про Ники Хейли, которых вы ранее упомянули, которые как бы представляют здравый смысл в республиканской партии, у них 15% поддержки вдвоем. Поэтому, когда у нас 50% это Трамп, все остальные решают, что они по этому поводу думают. Это не идеология, это просто политический театр. Они все понимают, что Трамп выиграет номинацию и потом, скорее всего, проиграет выборы общие. И будет, скорее всего, избираться, как от республиканской партии, если его оттуда не выкинут, до конца жизни своей, потому что у него выбора нет. И если он будет избираться, то республиканская партия будет продолжать терять каждый раз, потому что, когда он появляется на избирательном бюллетене, то это активирует здравомыслящих людей, которые теперь будут приходить и аккуратно голосовать. И даже третьи партии тут, я думаю, Трампа не спасут, потому что мы знаем, какая это угроза. Это не какая-то там Россия за океаном. Это вот прямо здесь. Мы этих людей в красных шапочках видим вокруг нас. Мы понимаем, что с этими отморозками нужно с уважением относиться и тихо голосовать против них. Потому что выборы – это самый лучший способ обезопасить себя на будущее. Я бы сказал, самый худший способ, кроме всех остальных, которые придумало человечество, перефразируя классикам Уинсона Черчилла, его слова про демократию. Юрий, спасибо. Было очень интересно с вами и особенный для нас сегодня день – это дебют Юрия Рашкина в нашей программе. Друзья, еще раз призываю подписаться на канал, YouTube-канал Юрия Рашкина «Рашкин Репорт». Юрий, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.